Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли Помнишь сны? Особенно сон после нашего последнего погружения такое вот... Да, да. Вот этот сон, он у меня... Я же тогда зацепилась за твою эту скакалку. Я зацепилась за этот образ скакалки в марте, который в Беларуси ждается. Четко, да. И у меня сознание, вот оно было настроено. Да, я варилась в этом. И сон, который достала ночью, и потом утром он разворачивался, и до сих пор я не могу иногда сообразить, это все-таки больше реальность или это сон. То есть это невероятная какая-то такая фигня. Мы тоже знаем с тобой, что такое сны. Ну, понимаешь, это значит подсознание каким-то образом проталкивает это в реальность, как идею, как мысль, как что-то такое. Но сам факт. Представляешь, тогда мы с тобой записали это все, а потом ночь. И ночью вот настолько яркий сон был, я снюю и вижу скакалку. И скакалку держат люди, они с двух сторон ее держат. Круто вообще. И люди в деловых костюмах. В моем подсознании деловой костюм, это всегда что-то связано с бизнесом, с деньгами, еще с чем-то. И вот две стороны, и вдруг я вижу по центру появляется рука. Мужская рука. Крепкая такая рука, она так берет скакалку по центру, да. Сжимает и говорит, нифига, будет по-моему. И дальше настолько все просто. Вот сама информация, которая шла, она гениально проста. Не было ни одной сложной мысли. Такое чувство, что информация разворачивалась пакетами. Вот от этой руки информация. Вот я понимаю, что это МИГ. Это и в центре этого МИГа Беларусь, да. И в этом МИГе идет, здесь и сейчас, здесь, свободноэкономическая зона. Там Европа, тут Россия. Я четко это понимаю, да, во сне. Но при этом, при этом вот эта вот рука держит и говорит, вот на этой территории могут быть какие-то неприятные, да, это в Беларуси, неприятные какие-то события, а может быть свободная экономика. Для этого надо убрать все ограничения. Вообще, причем, в голове пронеслось ограничение, они касались всего там и бизнеса, и налогов, и так далее. Здесь, то есть, ну, оффшорная территория. И так, чтобы все страны, им было выгодно здесь регистрироваться, да, просто регистрировать юрлица, уход от налогов. И причем, когда вот тонкая-тонкая мысль возникла, как же испортятся отношения с их, так они уже испорчены, они уже совсем испорчены, уже терять нечего. И поэтому именно сейчас, то время, когда, фух, и вот это рассвет, и со всего мира собери, если ты здесь тратишь деньги, ну, 1% заплати, а если ты со всего мира собери за вывод денег на другие территории, 5%, да, это сразу готовые инвестиции, кто оставляет деньги здесь, и сразу те, кто выводят, они оставляют здесь, и плюс сразу предусмотреть возможность оставлять благодарности. То есть сейчас у нас это налоги, а налоги человек платить не хочет, а он сопротивляется, у него же силы их забирают. А если человек в благодарности, посмотри, что благодарности делают у людей. И понимаешь, и потом шли такие раскладки, у меня звучали какие-то экономические фразы в голове, и я вообще не понимала, о чем речь идет, потому что это вообще не наша тема. Но я понимала, подсознание развернуло какую-то вот такую, и все было так просто, так логично, так невероятно. И вот эта скакалка зажалась вот в этом кулаке, натянулась, и конкретно здесь расцвет. И у меня стучало 2 года круче Дубаев. Круто. И ты знаешь, я потом проснулась и думаю, блин, а как это сделать реальностью? Ведь это же сон. Мы знаем про сны, что сон формирует реальность. Но он формирует, например, мою реальность. Мой сон формирует мою реальность. А это была реальность государства. Это уже большой тетрайдер, да? И это как бы не моя реальность. И ты знаешь, я подвисла. У меня пока нету до конца осознавания, как это все соединяется, в какой точке. Но с другой стороны, я понимаю, что работает система переотражения зеркал. Это информация. И вот даже как-то пока нет готовых мыслей, но я четко понимаю, вот эта информация, она просто, фу, она на поверхности. И еще был один такой момент. Это на ощущениях. Вот эти вот костюмы мужские, которые стояли с двух сторон, они такие были тяжелые, грузные, они важные. У них все так тяжело, это невозможно и так далее. А вот эта вот рука, этот центр, да пофиг, ландыши. Все возможно, хочу. Наши состояния вот эти, они же сумасшедшие. Но именно вот это сумасшествие материализует, проявляет и дает развитие вот этот импульс. Фух, толчок. И это ведь настолько разумно. Разумно. Так понимаешь, самое главное, что в этой информации была такая логика, понимаешь, даже когда звучала какая-то экономическая информация, какие-то транзиты, какие-то лимиты, лимиты, какие-то банки, нацбанки. У меня в голове вот такая вот была. Вот такая голова, да, и это сон. Но при этом это так развернулось. Это оказывается просто-просто-просто. Это буквально включить рассудок и из здравомыслия все. И раскладывается. И я понимаю, что в подсознании вот если бы это случилось с озарением не мне, кому-то другому, не от сона, это чтобы было как озарение, то это реально очень крутая штука получается. И я опять хочу вернуться к теме управляемых озарений, потому что мы же когда-то занимались, еще только инфодайминт начинался два года назад, и потом мы от них ушли. А управляемое озарение для бизнеса это вообще золотой кладезь. И надо будет вернуться к этой теме, потому что мы ее как-то в сторону взяли, мы в здоровье ушли, и мы как-то на бизнес наплевали на самом деле. Хотя смотри, сколько людей за это время открыли своей фирмой, и сколько благодарностей нам за это прислали, сколько донатов нам за это время скинули. Но получается, что мы как бы все равно уходили, ну шли на теме здоровья больше. А подсознание и бизнес тоже выдает. Ну значит, пришла. Пришло время. Наверное. И нам тоже надо посмотреть в эту сторону, именно в сторону бизнеса, для того, чтобы ну какие-то шаги совершать, наверное. Тем же самым бизнесменам сейчас приходится перестраивать полностью. Сейчас мир меняется. Сейчас полностью все направления надо перестраивать. Вот смотри, даже вот наше, с чем мы сейчас сталкиваемся, книжное издательство. Какой смысл сейчас печатать книги, вот так, когда ты их печатаешь там десятками тысяч. Нету смысла. Либо подпечатывать, если там под какое-то крупное мероприятие, либо как сейчас работает Амазон. Замечу, а у нас в стране нету аналога Амазона. Но мы можем пользоваться Амазоном, хотя вот открыть магазин на Амазоне мы не можем. Для этого надо быть гражданином США или Канады, там, другой страны. и у нас сейчас много вопросов. И эти вопросы, они, хотя при этом, понимаешь, опять вернусь к сну, со всего мира собери по 5% за вывод денег. Все. Здесь круче Дубаев будет. Золотая Беларусь. Да, и самое интересное, вот про золотую фраза была, забыла, забыла, там получалось, как, знаешь, вот если каплю капнуть на воду, так пум, и у меня отражение было такое вот кап, и вот это миг, да, это в миге получается, в миг, ровно в центр мига капает капля, расходятся круги, но они расходятся кругами по всему земному шару, но эпицентр здесь не в России, не где-то, я понимаю, Земля Богов, Белая Русь, Белая, Белая, Белая Русь, да, и вот это цепляет, и подсознание показывает, и чего-то, чего-то мы не догоняем, либо времени пришло. Возможно, со временем догоним, но ты знаешь, тема снов остается очень актуальной. Тема снов на самом деле тема из тем. А ты как вытягивала из своего сна про одно и как зеркала настраиваются? ведь это ж ты из сна тоже вытянула. Сначала, да, сначала вот на самом деле сны, это достаешь оттуда много информации, особенно когда ты в момент просыпания идет информация, даже она просто раскрывается, раскрывается и раскрывается про зеркала, что мы все зеркала. Да, 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 да. Я вдруг это так чувствую, это когда ты осознаешь, я проснулась и вдруг я осознаю, что я понимаю все мы зеркала. Мы просто рассыпанные, треснутые, разбитые, как угодно, рассыпанные осколки зеркал, просто вот когда ты их собираешь, они как пазлики. И одно большое зеркало и остается только один. Все, одно зеркало большое. И то даже здесь есть, да, изюминка. Чтобы началась движуха. Надо, чтобы стало два зеркала. Два цельных зеркала. цельных. Два цельных зеркала. И помнишь твое озарение тогда, когда ты поняла, почему Эйнштейн показывал язык себе в зеркало? да, да, да. Он себе показал. Он показал себе, зная заранее, что везде он отражается. Везде. И в надежде, что он просто как это было, знаешь, такая дразнилка. Он осознавал вот это и как дразнилка. показал язык всем своим отражением. но при этом, что придет, и увидев это, он вспомнит и начнет заново выстраивать. А на самом деле, он недосказал то, что он осознал. Он скрыл эту информацию. Мало того, он там подменил что-то. По скорости света там в науке он подменил и при этом смотри, он подменил в науке, да, он осознал и подменил, подмену сделал и показал язык. Он сам, я не знаю, уже этого не могу точно сказать, но он осознанно подменил. И он получается плюнул в свое же зеркало, в свой же колодец. Потому что он ушел, но подменив вот эту подмену, сделав, она же ведь разошлась. И на основании ее множество он будет разгребать то, что наплевал. И он придет и будет опять пить из своего колодца. Вообще такие вещи. Вообще вот эти вот озарения, которые сейчас идут. Возник вдруг. Так точно так же. Понимаешь? Вообще когда вот это в той связке сна было, когда Эйнштейн пришел, да? И когда про земля пухом. Вот это выражение вообще. Я тогда так смелась. Такая подмена, да. Это земля пухом. Конечно. Каждый раз рождается человек на свет летит, как бабочка. На свет. Птенчика из гнезда подбросила птичка. на свет, на солнышко, да, подбрасываешь, рождается. Крылышки опаливаются, обрезают ему крылышки, крещение, родители своими программами, крылышки тых-тых-тых, перешки осыпаются, а человек в своей жизни он падает по силе тяжести, он падает, падает, деградирует, деградирует, деградирует. Земля будет пухом, пухом из своих же перышек, своих же крылышек. И потом следующее, следующее. И слово точно так же обрезано, обрезано, обрезано. Как только рождается ребенок, как только рождается, он же в свет, да, рождается. Это ангел чистый, то есть полет, и ему крылышки и все, крыльев нет и он начинает падать. Да, кстати, захват ресурса на жизнь, вот этот момент поинкарнации, захват ресурса на жизнь, ангел и в это время ему херят крылья и обрезали. Взмах крыльев, ангел, да? Вот ты на свои перышки потом и плюх и на кладбище. Да, и земля будет, пусть ему земля будет пухом. Тот, кто в симуляции, а кто в симуляции? Один, да? Один. Настолько очевидно. Вот это сознание, которое разбивалось на зеркала, блин, оно, оно стебалось, оно как ребенок, стебалось, и здесь столько стеба на каждом шагу, это вообще офигенная игрушка, это рай. А теперь, как мы с тобой тоже понимаем, как началось все, да? Одно зеркало, ему скучно. И просто вот, увидев себя, первое зеркало, смотри, увидев себя в воде отражением, по воде по этой, не понравилось оно, да? Или там как у псих такой, и пошли волны, и пошли отражения, пошли зеркала, кусочки, ну или зеркало, сказать, на две части сначала. А ты смотри, когда мы работаем и прорабатываем травмы в подсознании, да? Сколько мы находим именно травм и болезней, да? Болезней на травме. Испуг, стресс, мать побила, отец там наказал и так далее. Удар, разбитое зеркало, разбитое зеркало, сознание, кусок откололось и создало сознание болезни. Боль, да. И боль, все, вот трещина, боль. И твое же сознание, эту боль, залаталось, то есть, эту трещину залатало, оно создало боль, потому что больно, болит же, но оно при этом помогает, оно спасает, да? Да, сознание болезни спасает человека от деградаций. да, да. Это невероятно, человек, А мы болезнь отталкиваем там, проклинаем там, боем, а на самом деле это просто осознать вот это, что это наше же сознание, эта болезнь, и она нас же спасает, она эту дырку залатывает, эту трещину, она ее залатывает своим, то есть, наша частичка сознания, она залатывает, чтобы хоть как-то склеить эти стеклышки. А смотри, на какой глубине подсознания мы к этому пришли. Ведь сколько кругов по спирали мы сделали, и когда мы уже практически пришли в точку, когда мы уже осознали одного, да, когда это прошло вот до каждой клеточки тела, и только в этот момент мы научились у людей выключать. выключать. А выключение через что идет? Через осознание. Через осознание, через прощение и так далее. И человеку говоришь, мы-то видим сразу, начинаешь общаться, и мы видим. Мы видим сразу. А человеку говоришь, а глухая стена, оборона. Он слеп, вот просто слеп. Казалось бы, для нас это очевидно. Гучи, крылышки пообжигаешь. Для нас это очевидно, а человек не видит. Ему и так разложишь. И так. И смотри, кстати. А он манипулирует и обижается. Кстати, и обижается. И обрати внимание, и так подойдешь, и так подойдешь. И с этой стороны. А он манипулирует. Ты ему уже опять с этой, да, щадишь как бы. И что по итогу? Только когда ты ему прям, боль, ама так, боль сделаешь. Вот только тогда у него и то даже не всегда. На мгновение. На мгновение. У него такой импульс. Включается сознание. И если в это мгновение ты ему что-то повторяющееся дал, например, практику, или видео, или еще что-то, и тогда он начинает это мгновение расширять. Вот эта остановочка такая. И у него включается ум. Да, да, да. Вплоть до вот общаешься и понимаешь, да, тяжелое заболевание. Не веря в себя, не веря практики формально, жить формально. Я еще поболею столько-то. И вот эти вот растягивания во времени. А на самом деле ты можешь это выключить здесь и сейчас. Но надо включить мозг, осознать и измениться. И это просто, это можно сделать вообще вот так. Вот просто. Щелчок. Как я понимаю теперь то, что написано в Библии? Как я понимаю подмены? Это невероятно. Как я понимаю паран, все подмены. Все об одном написано. Какие даже слова. Миром правит любовь. Ну, казалось бы, такие красивые слова. Ну, такая красота, да? Правит. Подмен. Правит. Все. Как только правит уже все. Власть. Это искажение. Уже разбитое зеркало. Это уже власть. Да. Настолько такие вещи осознаешь. Глубокие. И вообще, а любовь? Любовь импульс. Да. Импульс не может править. Да. Счастье. Пребывание в счастье. Жизнь. Пребывание в счастье. Мир. Само по себе слово мир уже несет все остальное. И два следующих слова уже не надо. Смотри. Смотри, даже где подмена. Йоги. Там, кто там еще? Монахи, да? Они пьют воду для того, чтобы очистить свое тело, да? Они как бы правильно делают, да? Что только чистое тело там, ну, они так осознают. То есть, у них есть понимание того, что зеркало должно быть чистым, да? И тело должно быть чистым, да? Но при этом, смотри, как даже здесь подмена. Они пьют воду. Или постятся в религии. Или постятся. Посят... Смотри, лишение себя, ограничение себя, ущемление себя, наказание себе. для того, чтобы стать счастливым. А где рай? Да. А направление, как бы, да? Ну, это очистить воду, да? Да. И при этом они сидят и лишают себя, лишают такие подмены. Ну, просто вот невероятно, когда ты это все осознаешь. И теперь каждую мелочь видишь это. А детей мы рожаем. Мы детей рожаем. На самом деле не осознаем того, что каждый раз, когда ребенка мы рождаем, мы... это наше сознание, наше сознание, оно в надежде, что сейчас вот, сейчас ты увидишь себя настоящего. Ведь это твое зеркало, да? Себя настоящего в этом ребенке. Нет. И наши дети, наши самые-самые близкие зеркала. Самые близкие зеркала. Именно в наших детях мы. А когда дети рождаются, что мы делаем? Крестим, опять-таки повторюсь, да? И там это нельзя, там не дай бог ох ты, там что-то там-то-то. Та-та-та по жопке. Та-та-та. И тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. И этого ангелочка. И он начинает в своей жизни падать, падать под силой тяжести. Под силой тяжести. Сила притяжения. Ой, блин, я не могу. Ты знаешь, вот я когда смотрю на вот эти вещи, которые ну вот они ну они мирские, да? Они привычные для социума. И смотри, нас очень многие люди не понимают, о чем мы говорим. Даже вот если почитать под нашими подкастами, да? Люди вообще не втыкают, что у нас, что мы обсуждаем. Они не понимают, что так можно жить. Они не понимают, что нету никаких вот этих конфликтов, ничего, если ты чист и искренен, открыт и искренен. И тогда нету конфликта с детьми, тогда нету проблем со здоровьем. Ведь что такое конфликт отцы и дети? Это ты ударил по своему зеркалу, ты ударил, ты разбил, ты сделал очень много брызг. Мало того, что ты у ребенка здоровье покалечил, ты у себя кусок сознания отколол, сознание будет латать, там будет боль, и поэтому к старости ты будешь болеть. потому что ты сейчас ударил по своему отражению. Ты не по ребенку ударил, хотя по нему тоже, но это ты, это твое первое отражение. Да, это же ты. И когда смотришь на вот эти вещи, понимаешь, как люди этого не видят, не понимают. Человек сам себе наносит боль, 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 боль. И при этом от этой боли открещивается, это не моя боль, это не моя боль. И при этом боль, 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 то есть трещит, зеркало трещит, каждый эти кусочек трещат, трещат, трещат трещат хаос да разбилась окончательно рассыпалась а хаос коронавирус виноват да хаос он однозначно приведет хаос всегда приводит к разрушению короче я к этому хаос а гармония она только всегда гармония это расцветание это это счастье это солнце это гармония кстати она вон без бесконечно да а хаос приводит к смерти зеркало разбивается рассыпается и уже нет целостной основы который бы переотразила жизнь потому что осталось пыль пыль вместо зеркала осталось и тогда заново чистится фильтр заново инкарнация вспышка пыль разлетается собирается новая инкарнация и заново приходит ребенок и заново-заново-заново и замкнутый круг потому что он приходит его надо научить как подняться в гору к солнцу а для людей которые никогда помнишь как мы работали с миомой и там в подсознании был блокадный ленинград люди которые были под землей они жили в недостаточности они прятались от бомбежек они экономили и они ждали на что обменяешь и поэтому уже инкарнируя уже нету бомбежек уже нет уже солнца поднимись в гору смотри а человек живет из недостаточности и он ничего не может сделать пока ты у него не удалишь вот это вот эту фигню из подсознания потому что она конкретно формирует его жизнь и человек приходит в эту жизнь а его подсознание говорит чтобы подняться на гору надо зарыться в землю и зарываются и верят что гора там и за две тысячи лет за 10 тысяч лет инкарнации знаешь достаточно хорошо зарывается уже доставать проблематично уже до аутизма до аутизма суши сегодня мама одна честно прислала письмо опубликую они с папой сделали тест отек честно после года работы с нами у нее 47 у него 50 а у ребенка 42 и я так люблю честных родителей когда они смотрят молодцы и она прислала такую большую-большую статью и я и написала как я вас люблю потому что реально вот человек подошел взглянул зеркало честно и он видит вот 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 у меня аутизм по тесту оттеку да вот почему на зеркало мою и тут же ребенок начинает отражать и тут же видео с ребенком и я просто я балдею я знаю что это очень тяжелый случай и я знаю что они они нашли в себе силы как я люблю таких родителей вообще каждый раз мне плакать хочется когда я это вижу потому что они реально сила наташка искренность искренне искренне лечит все лечит все искренности открытость когда человек просто посмотрел болезни в глаза просто он увидел это его сознание оно пришло для того чтобы его вылечить все она откололась она убирает боль она заделывала эту рану и она возвращается и все и можно жить счастливо просто капец это так просто так просто и это в болезни а что реальность вообще вот вот глобальная реальность она не такая же как физическая физический тетраэдр это один из тетраэдров и следующий тетраэдр возьми больше там энергетика психика а если бы начнем больше делать тетраэдр страны тетраэдр земли земного шара все по одному принципу идет одни и те же законы одни и те же законы а возьми семьи а возьми семьи искренность в семье да искренность рождает счастье да и семьи они живут у них даже нету мысли как это сказать они даже не они даже не думают там разводе раз у них даже это не возникает потому что это ну ну нет них как бы вообще состояние а возьми семьи где обман ложь сокрытие какое-то когда выгода да что вот смотри вот этот этаж хаос да кстати когда искренность гармония семье да вот а это хаос а хаос что он по-любому напряжение напряжение пыль разошлись все либо разошлись либо заболели его забухали абсолютно абсолютно что угодно но это в любом случае это зеркало правда и боль и беру их самое главное что да и боль и самое главное что другого она просто не может быть просто не может быть хаос приводит к разрушению всегда Вот смотри, мы говорим людям Всего лишь стать открытым Всего лишь стать искренним Насколько это сложно И насколько это просто По сути дела Вот если совсем упростить все практики Совсем упростить, выкинуть Ну вот, ты знаешь Иногда встречаются люди, которые мне пишут И я понимаю, что бы я ни писала Это вот так, тук-тук-тук, здравствуйте Кто там, кто там И другого нету И понимаешь, что Единственный вариант Вот для тех, кто там И которые вообще не в состоянии понять, о чем мы говорим Какие практики делать И разобраться самостоятельно Нету думалки Может это даже и хорошо иногда, что этой думалки нету И никто в голове не разговаривает Тогда есть возможность углубиться в себя И начать просто чувствовать себя И вот каждый момент, когда ты внутри себя И ты делаешь, взаимодействуешь с другим человеком Если тебе от этого взаимодействия хорошо И ты чувствуешь, что у тебя вот благость такая идет Что тебе кайф Ведь когда мы людям помогаем Когда мы людям идем навстречу У нас благости есть Когда мы открыты При этом Это очень важно Когда мы помогаем, но при этом мы не забываем о себе Да Мы на себя не приносим Мы помогаем для себя Не для этого человека Подарки мы дарим Как себе Да, когда ты Не думаешь над этим подарком Что там Как мне там Дешевле, дороже Или чтобы меня оценили Посмотрели По этому подарку А ты его даришь Потому что Ты кайфуешь от этого Ты кайфуешь сам от того, что Подарок От того, что ты помог человеку От того, что ты там Этой бабушке дал денег на кассе От того, что ты И это не для того, чтобы кто-то оценил Да Это потому, что ты ловишь кайф от такой жизни И вот этот вот кайф внутренний Если на нем держать акцент То он как наркотик Человек привыкает к этому кайфу Он начинает жить по кайфу А это и есть любовь к себе Это принятие себя Это как я проявился Как я, как я, как Это все практики в одной По сути дела Это постоянная концентрация Внимания Внутри себя На вот этом счастье И тогда весь мир Перестраивается И начинает отражать тебе счастье И очень быстро Это просто состояние счастья Это просто состояние счастья Внутри счастья Все, и у тебя свет Каким мы людям тянемся? К солнечным людям Теплым Правда? Да А кто хмурый Там мы не можем Узле них находиться И у меня постоянно Вопрос возникает Сколько мы еще будем Заниматься болезнью? Зачем их отражать? В нашей реальности? Когда, да Когда вот это осознаешь Ты просто вот На самом деле Для чего? Зачем? Сейчас интересно А потом? Собрать этих всех Болезней Это детки наши Да Наше сознание Наше И даже Кстати И даже Я сказала детки Я осознаю Собрать этих деток Это действительно Ведь наши детки Наше отражение Да Наше отражение Ты просто вот Принимаешь их Да Как свое отражение И ты уже Пазлики И сборочка зеркал Пошла И пошла Ларчик просто Открывался Ларчик просто То ты должен Осознать Что ты открыт И ты видишь Эти тайные знания В себе Нету другого Нету 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 Ничего другого И это вообще Великолепная игра И каждый раз Когда мы доходим До моментов Когда мы осознаем Вот этот божественный степ И Это капец Это такое счастье Это счастье Мы каждый раз Становимся с тобой Знаешь как Лучиками 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 Одного солнышка Каждый раз Лучики 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 Мы рисуем солнышко Мы рисуем солнышко И каждая наша жизнь Это очередной лучик Лучик этого солнышка И когда ты постиг Вот это солнышко Ты постигаешь Это солнышко Потом ты постигаешь Это солнышко Но ты солнышко И каждый человек солнышко И каждый человек В этой игре ловит кайф Потому что он ее создает А если он не ловит кайф Значит он сам создает мне кайф И это так И никак иначе Он сам Сам сознает Я так хочу сказать дурачок Проснись Что ты делаешь Это вот то же самое Кстати Вот смотри Человек смотрит в зеркало Злится Он же вот отражает Я вот это раньше Я слышала Ну как бы понимала Вот на этом уровне А ведь это совсем о другом А смотри Какие подмены в социуме Например Человек смотрит в зеркало У меня морщинки Морщинки становятся глубже Ой у меня Мне не нравится Разрез моих глаз Губ Бровей И так далее Ой мне надо накачать сиськи Ой мне надо накачать жопку Исполняю У тебя плохая жопка У тебя плохая сиська Исполняю Мы ведь заходили Вот в эти состояния Как бог исполняет Все не нравится На Я тебе сделаю Чтоб тебе не нравилось Еще больше Ты увлекся Пластическими операциями Наблюдай Потом уродство Потому что этот бог Это мы Да Мы же сами исполняем Да Мы сами исполняем Но самое интересное Что мы закладываем Исполняем информацию Запустить механизм Исполняем Но уже той информацией Которая нам надо И мы этому будем Этому мы будем учить Учить на курсе Потому что сны Это офигенно Я сейчас вообще Вот во всех этих осознаниях Которых мы сейчас С тобой находимся Я езжу Хожу Я улыбаюсь Как чеширский кот У меня все время улыбка Я даже не осознаю это Вот А потом раз так славлюсь Я улыбаюсь Я счастлива Я просто счастлива Я нахожусь постоянно В себе В гармонии Самое прикольное Это Вообще сейчас Когда осознаешь В моменте здесь и сейчас Что вот эту точку Ты можешь менять И Я сегодня вообще Я словила Такой восторг Когда тебя ГАИ остановила Да Я просто Вот мы с тобой Разговариваем по телефону Я при этом еду Улыбаюсь Вообще Чеширскую Как солнце Едут машины Проезжают Да смотри Стоит ГАИ И меня И всех А ты мне говоришь Так Стоит прекращать ГАИ остановила Мы как раз по телефону Трещали Да Ты кладешь трубку А у меня Ну Первая мысль Возникает телефон Потом я ее убираю И так Создаем Он сейчас подходит И спрашивает Как тебе ездиться На электричке Нравится ли тебе Электричка Я потом И не проходит Буквально Я не знаю Сколько мгновений Прошло Только сознанием Я запускаю И ты звонишь И говоришь Он остановился Каким интересна была машина Моя Правильно Для Беларуси Их еще Ну они уже появились Но мало Блин Как мгновенно Ты можешь включить игру Что ты разговаривал По мобильнику Тебе остановили Выпишут штраф И ты можешь включить игру Что у тебя проверяют документы Говорят Как вам ездиться На электричке При этом смотри Состояние счастья И счастье У меня У тебя Состояние счастья Исполняю Исполняю Моментально Вот она Реальность И самое главное В одну точку Ты проживаешь И это все В одно мгновение идет И тут же Закладка информации И это Я вот когда Такие штуки прокатывают Да Я настолько Ловлю кайф От этого Как работает сознание Потому что Ты четко понимаешь Что ты абсолютно Осознанно Сейчас Заложил информацию И эта информация Развернулась Более того Ты закладывал ее Ты даже сюжетную линию Сейчас собрал Полностью А мало того Состояние какое В этот момент Знание Оно даже Нету сомнений Оно вот так Вот так Так Исполняем Исполняем Потому что нету в тебе Сомнений Нету никаких Ой, как это красиво Это так красиво Дети наши На нас все время смотрят Мамки ходят Улыбаются А смотри А дети тоже У них Вот из тех разговоров Что уже удавалось Ловить наших детей На самом деле Интересные разговоры Я даже Как-то так Когда подмечаю Когда они между собой Обмениваются На наш счет информации Я понимаю Что они же тоже Ловят информацию О том Что у них другое воспитание У них другие крылья Им никто-то Перушки не обрезает И Перед кладбищем Как пух Не складывает А у них есть возможность Потому что мы себе не обрезаем Мы себе не обрезаем И мы их себе возвращаем И поэтому наши дети Наши зеркала Они отражают нам это И у них свободное сознание Они ловят кайф Как мы сейчас ехали Я в инстаграм выложила Как дети горланят Поют счастливо И смотришь это видео И понимаешь И сам счастлив И такая прям жизнь А как мне было вчера приятно Когда Лерка Я тебе рассказывала Как она сказала Говорит Мама Ты меня Я слушаю Прям поражалась Вот этому Она говорит Мама Вот послушай видео И здесь Ну так четко Как вот Прям здесь все Раскладывается Как там Мама Подружки И И ты Мне Я думаю Что там Ну и прослушаю И думаю Интересно Как она То что она мне показала Как она Где она меня здесь видит Я говорю И где здесь я Ну вот она говорит Вот мама подруги Говорит Не дай бог Я тебя узнаю Что ты курила Или там что-то Или прогуляла уроки Не дай бог Ты там то-то-то Я так еще Замерла Думаю Так ладно А как я Она говорит А ты мне все время говоришь Доченька Говорит Посмотри Вот это Вот это так Это так Но ты Ты просто вот Знай как оно Но ты выбираешь сама Ты имею ввиду Что ты можешь выбрать То и то У меня такое блаженство Вообще А смотри Вот так жить И детям так объяснять Это намного сложнее Я кстати перебью И мне Лерка сказала Говорит И поэтому мне не тянет Не курить Ничего Мне не хочется Потому что ты свободу даешь Ты не ограничиваешь Говорит А если бы ты А если бы ты меня давила Мама говорит У меня был бы протест Она мне так сказала Да И тогда конфликт Отцы и дети И потом дети пьют Дети курят Дети Идут во все тяжкие Дети совершают Преступления И так далее Дети живут Не своей жизнью Да А еще Очень важно Очень важно На мой взгляд Во всяком случае Я со своими детьми Очертила историю Таким образом Вот например Даже С нашей страной Здесь Очень много бизнесов Не их Да Это и крупные бизнесы Это и супермаркеты Гипермаркеты Это и политические игры Это и манипуляция Молодежным сознанием И так далее И мы как-то сидели вечером И я им сказала Дети Посмотрите Это все бизнесы И эти бизнесы Не ваши Если вы сконцентрируете Внимание на чужих бизнесах Вы не сконцентрируете На своем А если вы не сконцентрируете На своем То вы завалите свой И не сможете зарабатывать Столько Сколько вы хотите А если вы готовы А у меня они работают С 18 лет Все Да Если вы готовы Значит Вы концентрируете Внимание На своем бизнесе Делаете все Для своего бизнеса И занимаетесь Своим бизнесом И когда Ваше внимание Там Вы действительно В себе Вы заняты тем Что вам нравится Вы увлечены Вы счастливы Вы не подрываете Здоровье Вы действительно Живете так Как вы хотите Жить Вы в раю Потому что Вы занимаетесь собой И все делаете Для себя И когда вы делаете Для себя У вас есть Чем поделиться С другими Потому что Если у вас Нету счастья То вы не можете Поделиться счастьем Никак Никак Его нет Если вы чем-то Недовольны Вы этим Недовольством И делитесь Делитесь счастьем Потому что Когда вы делитесь Недовольством С вами не хотят Иметь дел И это правильно Кому надо Козел Который постоянно Бурчит А когда вы делитесь Счастьем Другая тема К вам тянутся люди Они хотят Вам помочь Они хотят Вас поддержать Они хотят С вами взаимодействовать И ваш бизнес Расширяется И вы тогда Развиваетесь И у вас Все вопросы решаются Потому что Находятся люди Которые говорят Да здесь просто У тебя знаний Не хватило Ты со мной Поделился счастьем Я с тобой Поделюсь знаниями Как это вести Закон одного Закон одного Отражение И ты знаешь Достаточно было Детям один раз Это объяснить Ну смотри Это объясняет родитель Не кто-то Не улица Не чаты Не месседжеры Не фейсбуки С гуглами Там и так далее Именно родители Родители Это ответственность Родителей Родитель воспитывает Ребенка Родитель Родитель Распомогает ему Вылететь из гнезда И набрать высоту Либо же родитель Обрезает ему крылья И этот пушок На кладбище И именно родитель Родитель Когда ребенок умирает Раньше родителя Страдает И ухаживает За могилкой Чтобы показать Отражает Что он сделал Со своим отражением И заметь Я сейчас жестокие вещи Проговорю Но это из практики Когда мы работаем С больными С тяжело больными Полидивно больными Да Взрослыми и детьми Ладно детьми На детях это не так заметно Которые пришли Тут еще с кармой Многие вещи завязаны А со взрослыми Когда ребенок Там в 40-50 лет И мать Ухаживает За лежачим Да Попробуй у матери Изменить сценарий Что он не умрет Кто отправляет На кладбище детей Жестяк Но В первую очередь Мы отрабатываем Родителей Для того Чтобы не умер ребенок Да Потому что Ребенок пришел Помочь родителям Да И при этом Этот же сам родитель Запросил его Об этой помощи Да Через смерть И это инкарнация Ребенка Чтоб показать родителю Что все Ты умер Твое отражение Уже мертво Твое сознание Уже мертво Ты не развиваешься Ты достиг Той точки деградации После которой Ты уже уходишь В симуляции В игру вниз Не вверх И это жестоко Но это факт И понимаешь Это видим Мы с тобой А ты попробуй Это скажешь В социуме Тебя тухлыми яйцами Закидает Как зал Фондолизм За наш ролик Да Скажут Жестокие Или жесткие Вы жестокие Вы грубые Там еще что-то Да Они услышат сути Потому что Не хотят услышать Это же больно Самому себе Признаться В зеркало Да А на самом деле Они тоже отражают Ту суть Вот эти вот Спящие люди Отражают ту суть Нас Которую мы еще В себе не открыли Да Это тот ларчик Куда мы еще не заглядывали А в него надо заглянуть Потому что Мы тоже Многогранны Потому что Мы сконцентрировали Внимание Луч внимания Вот на определенном Сегменте Себя Да Вот аутизм Вот Заболевания Другие Да Которые нам Интересны Вот Мы конкретно Описали Сферу интересов Но мы не расширились еще Когда мы расширимся Будем по-другому Но кстати По расширению Мы-то шаги уже начали делать По коллективным Этим погружениям По массовым Психотехникам И книжка Коллективная Бессознательная Блин Мы уже Такой нормальный кусок Его Ее уже отмахали Сколько уже у нас книг Скажи И такие книги Но ты знаешь Они Вот как и Осознавание Эйнштейна Что он делал Да Через сто лет Как осознавание Теслы Что он делал Через сто лет Инфодайм Тоже будет через сто лет Если Мы немножко не ускорим На самом деле Когда смотришь Событийные ряды Смотри Наши все предсказания Которые мы делали Сколько уже есть предсказаний Да Причем Я помню только те вопросы Которые мне были интересны То есть Вот этот популизм Который был Где я была неискренна Там нету попаданий Я тоже Я тоже Когда просматриваю Старые ролики С предсказаниями Я понимаю Вот здесь Это было от ума А например Даже предсказания Помнишь Мы как раз Тогда визы делали Улетали Шенген Шенген Предсказания Тухлыми яйцами Вот уже все Подписано соглашение Уже белорусы Имеют по 35 Господа Сегодня виза на Шенген Стоит в Беларуси 250 долларов Официально 60 плюс сбор Но их никто не дает А неофициально 250 И то не факт Что ты по этой Шенгенской визе Въедешь там В Мексику Или в Доминикану Или еще куда-нибудь Да Кто прав Да Кто прав Да Подешевела Или подорожала Зато на этом фоне Сделали Там какие-то Политические визы И я понимаю Мышеловка Открылась Этих людей Отсортировали Тех Кто сейчас идет По этому каналу И потом Пройдет два года Головы помирятся Да Ведь милые бронятся Только тешатся А вот эта Мышеловочка Уже отфильтрованная Полностью Просеянная Проса Отделено От ячменя Да И уже все Можно стандартно Базу данных И не въезд Там в США И в другие страны И я когда на эти вещи Смотрю Понимаю Ребята Это так просто Это так очевидно Это 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 И мы об этом говорили Но мы говорили Говорили Смотри Давно Это Это больше Года назад И Вот Вот эти Вот эти все вещи Получается Мы говорили С расчетом Что там Какие-то будут Проявляться Двадцать четвертый год Двадцать восьмой Тридцатый Они А они уже к этому году приходят Настолько Вот такое ощущение Что ты стоишь в точке Эта конница На тебя несется И все Время двигается Значительно быстрее И у меня четкое осознание В моменте здесь и сейчас Времени нет Нет Это мы уже точно Это точно В моменте здесь и сейчас Времени нет Времени нет Эта конница Несется тебя Навстречу А ты стоишь Двадцать четвертый год